Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. Более 20 лет я занимаюсь выращиванием овощных, ягодных и плодовых культур. Сегодня я расскажу вам, как, отдыхая все лето от бесконечных прополок, получить хорошую и сладкую ягоду клубники. А именно, расскажу вам о методе посадки клубники на черный спонбонд. Первое, с чего следует начать, это выбор спонбонда. Следует выбирать спонбонд 60-й плотности, либо 90-й. Не стоит брать спонбонд меньшей плотности, так как он будет очень быстро разрушаться от ультрафиолета. После того, как мы определились с выбором спонбонда, приступаем к заготовке саженцев. Выбираем наиболее крупные, мощные и хорошо укорененные саженцы. Берем обычный нож и подкапываем вот таким образом. Лишние листья убираем, корни также чуть-чуть подрезаем. Получаем вот такие вот саженцы. Третьим этапом нужно подготовить грядку. Под перекопку в обязательном порядке нужно внести органические удобрения и минеральные удобрения. Я использую компост и золу. На метр квадратный я вношу ведро компоста и 200-250 грамм золы. Равномерно распределяю удобрения по поверхности почвы и перекапываю. После того, как мы подготовили грядку, перекопали и внесли удобрения, нам следует натянуть спонбонд. Чтобы спонбонд плотно лежал на гряде, его следует присыпать по краям. Далее мы приступаем к разметке. Для этого используем обычный шпагат и колышки. Натягиваем и проводим мелом ровную линию. Вдоль линии делаем крестообразные отверстия для посадки нашей клубники. Расстояние между прорезами примерно 25-30 сантиметров. После всех подготовительных действий мы приступаем к посадке. Предварительно поливаем водой наши лунки примерно пол-литра воды. После того, как мы подготовили нашу грядку, переходим к завершающему этапу. К посадке рассады клубники. Для этого выбираем наши саженцы. Немножко подрезаем корни при необходимости. И проводим посадку. Не забываем, что клубнику не следует заглублять. Ростовая почка должна находиться наверху. Для этого расправляем корни. Делаем небольшое углубление рукой в почве. И проводим посадку. Обминаем с двух сторон наше растение. Вот, готово. Таким же образом проводим посадку всех остальных. Завершающим этапом нашей посадки является полив. Под каждое растение выливаем, опять же, примерно пол-литра воды. Вот и все. Мы завершили посадку клубники на черный спонбонд. Больше никаких операций в этом году мы не выполняем. Клубника не нуждается в подкормах, так как мы хорошо заправили землю перед посадкой. В поливах тоже потребностей нет, так как сейчас идут дожди. И мы полили саженцы при посадке. Вот, всем рекомендую использовать данный способ посадки. Если вы хотите отдыхать все лето без прополок. Еще одним немаловажным плюсом этого способа является то, что ягода наша всегда остается чистая после дождя. Меньше поражается различными гнилями и вредителями. И немаловажная вещь, что ягода созревает намного раньше. Благодаря темному цвету мучирующего материала, который отдает много тепла. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Хороших урожаев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok